Всем привет, ребят! Новый влог, новый день! И сейчас мы стоим здесь вот, около лежаков, по теньку, мы ждем, когда к нам подбежит чувак и скажет Платите деньги, платите деньги за эти места! Мы приняли решение сесть за бар, потому что там есть тенек, и мы будем платить не за место лежака, которое нам в принципе нафиг не нужно, а за напиток, который мы хотим. Поэтому это логичней, лежать сильно загорать здесь я не хочу, тем более, что я надела сегодня закрытый купальник. Ой, лицом мне загорать не надо, я такое не люблю. А почему не люблю, знаете, потому что у меня веснушки вылезают на носу. Они у меня уже вылезли, но чем больше я буду загорать, тем страшнее у меня веснушки на носу будут становиться. Проклятые! О, хот-дог здесь есть, тёплокарёк. Такой он вкусный. На, попробуем. Может быть, даже его несут оттуда. Наверняка оттуда несут, да? Сто процентов. Ну, кайф. Тут круче сидеть. Класс. Вот, видите, какие новости хорошие для вас. Короче, ребята, это просто жесть. Мы только что с Кариной ходили фоткаться к тому отелю. Дошли куда-то, где травки много, какие-то белые колонны красивые. У меня в инстаграме, возможно, вы уже видели эти фотки. Если нет, то скоро увидите. Я, короче, была в шортах, думаю, ну, сниму шорты в купальнике, чисто пофоткаюсь. Но я шорты сняла, ну, не до конца, просто их бросила, типа, на травку. Потом, я такая, думаю, на все, я пофоткалась. Значит, надеваю шорты. Стою такая, мне нормально сначала. Потом думаю, что так чешется, что так кусается, что такое вообще. Я думаю, блин, какая-то травка, походу, попала мне в шорт колючая. Снимаю шорты просто. Смотрю, а там муравьи, по мне ползут муравьи, по моей ноге. Ты вставь то, что я тебе снимала. Вот кусочек. Карина сняла мои шорты. После того, как она их уже сняла, там их было около, наверное, минут 30, и на ней, типа, около 10. Я пипец просто. Я говорю, типа, это жесть. Я начинаю тряхаться. Говорю, Карина, сними экзамчик с меня. Сними, смотри, хуйни. Он говорит, я их не вижу, я их не вижу. Опять, потому что у тебя много родинок. Да, у меня много родинок, и они сливаются с муравьями. В итоге, короче, Карина говорит, ну ладно, иди смой с тебя муравьев, потом пофоткай меня там. Я говорю, конечно, свитонечка, ладненько. Прибегаю сюда, бросаю вещи, потом бегу, сломаю голову просто на пляжках спасателей. Малибу спасаю тонущего ребенка, залетаю просто в воду, вот так, ну ладно, не так просто, забегаю. Ну, когда я была в воде, на мне муравьев уже не было. Ну, у меня так психологически стало легче. Понимаю. Ио, а да, кстати, кайф, и пляж, и вообще заход в море просто бомба. Ты все еще хочешь там пофоткаться? Конечно! Я там пофоткала, типа минут 10, наверное. Ну, хорошо, 7, 6. Али, знаете, как много фоток? И она еще спрашивает, Карина, а ты хочешь там пофоткаться? Ну, ты хочешь в этом луке, либо мы можем сюда прийти к трещеру. Нет, нет, в этом, в этом. Ладно, хорошо, давай, может, я худок себе, мы пойдем, не против ты? Немножко я успокою, держит свое состояние свое. Так что, видите, что не день, то праздник. В первый раз в моей жизни за попу меня кусали муравьи. Наверное, это был какой-то опыт, посланный мне сверху. Я пошел, Карин. Нет, сходи туда, где я была, муравьи за попу покусают, не скучно будет. Могу показать. Где? В Санците? Да, в этом отеле, да, там, где-то мы зашли в кустики, типа, пофоткаться с белыми колоннами. Мы просто сидим за баром. Это Карин, он уходит сейчас. Вот туда я бежала, сломя голову просто. Давай. Юля поела хот-дог с картошечкой фри, я поела сэндвич. Мы сейчас сидим, уже закончили. Сейчас она пойдет меня фоткать, и я надеюсь, что она справится с этой задачей. Потому что я сделала ей такие офигенные фотки, я ее... Ты рано говоришь, что это офигенные фотки, может, они не очень... Я видела своими глазами фотки. Сначала их нужно смотреть. Я видела. Курочка-рябок. Давай, залезай, мы приезжали к нашему роду. У нас сюда такая легкая наборка. Вообще, мы пришли купаться в бассейн. Наконец-то вы увидите, как мы купаемся в бассейне. Ох, какая прохладная. Итак, рассказываем историю, почему мы так играем над вот этим, как подружка. Споткаем меня как подружка, я люблю тебя как подружку. Сделай мне чай как подружку. Да-да-да. В трансляции мы уже об этом рассказали, но для тех, кто не смотрел трансляцию, мы расскажем еще раз. Но мы не хотели сначала этого делать. Да, я не хотела рассказывать, но потом подумала, ладно, в этом ничего такого нет. У меня есть одна подписчица, очень такая ярая, сильно меня любит. Сильно как подружку. У меня же макияж. Да, может, ужасно. Какой-то тесно не было. Умыть тебя? Я вижу себя вверху. И она постоянно приходит к моему дому, караулит меня там, пишет мне во все соцсети. Юлечка, выйди, я тебя жду на улице. Это жесть на самом деле. Не делайте так. Да, никогда так не делайте. Сразу говорю, что мне очень приятно, когда люди меня любят, потому что... Ну, это приятно, согласитесь. И я ко всем очень хорошо отношусь. Но есть такие случаи исключения, когда человек немножко переходит границу какую-то личного пространства. И это как раз тот случай. И, в общем, второй раз, точнее, пять раз эта девочка уже подходила к моему дому. И мы с ней пересекались случайно абсолютно. Ну, как случайно, она специально подходила, я случайно выходила. И было два раза, когда она подходила к машине. И вот крайний раз, когда она подошла к машине, мы куда-то со Славой собирались уезжать. Еще подруга моя Надя сзади сидела. И эта девочка подходит, подписчица, и такая говорит, Вот, Юлечка, я так по тебе заскучала, как там у тебя дела? Потом она мне такая говорит свой номер. Говорит, теперь ты мне свой скажи, чтобы я запомнила. Я говорю, извини, я тебе не скажу свой номер. Она говорит, ну как, я же тебе сказала свой. Я говорю, ну, извини, это личное все-таки, это мой номер. Ну и вот, и потом она мне такая говорит. Просто я... Как там сказала? Просто я по тебе соскучилась, по подружке. Просто по подружке своей соскучилась. Нет, без своей. Ну, без своей, но там хорошо. Я просто по подружке... Ну, я просто соскучилась. Нет, я просто... Я просто соскучилась по подружке, типа... Да-да-да. Ну, она к тебе обратилась как к подружке, и... Я просто видела это видео, потому что Юля мне скинул, потому что она снимала в тот момент влог, но она это решила не вставлять, конечно же, потому что это, типа, лично. Смотрела, это, конечно, немножко странно. Причём она просто скучала по тебе по подружке, типа. Она меня очень любит, очень сильно, даже не как по подружке. Вообще она считает меня своей лучшей подругой. Да, и вот это немножко странно, ей летнадцать, она очень хорошая девочка, миленькая такая. А представляешь, сколько она к тебе раз подходила, что вот только пять из всех раз ты с ней увиделась? Я считаю, что в принципе это ненормально подходить к моему дому и караулить меня около моего дома. Никогда так не делайте, потому что это жесть. Один раз я была у неё дома и получила к себе в директ, или к тебе в директ, не помню, сообщение от неё, типа, выгляните в окно, я стою, типа, у вас ждут. Выглядываю в окно, а там реально девочка стоит и ждёт. И, короче, она там около часа стояла, писала мне на почту. Не, на почту. Я вам так скажу, я тоже. Мы знали, что она там стоит, но это как бы дело принципов, потому что что это такое? То есть все будут знать, что можно прийти к моему дому, к моему подъезду, написать мне на почту. Я такая, ой, сейчас самонатки собираю, к штурке завязываю, выхожу. Это неправильно, это некрасиво. Я против такого, я максимально негативно к этому отношусь. Когда случайно где-то встречаемся, классно, но когда мы пять раз встречаемся около моего дома, она подходит прямо к машине и такая, привет, моя подружка. Это стрёмно, причём она сказала, что она такая, говорит, а когда Кариночка приедет? Я говорю, в конце месяца. Она говорит, а, ну я по тебе больше заскучала. Да, по тебе больше. Да, ну как-то живи с этим. Так что вот, и у нас теперь такой прикол, мы постоянно друг другу что-то говорим. Блин, сделай мне чайник, ну как подружки. И вот это вообще уже просто взрыв мозга. Да, и мы подхватили это очень миленько. Да, мы трансляции рассказали, и люди это подхватили, это классно. И пишут теперь, блин, ставьте лайк как подружки. Мы будем кушать кукурузу. Я уже в сторис сказала, причина, по которой я сегодня буду пить вино, так это из-за этих дурацких муравьёв, которые меня сегодня покусали. И мне пишут то, что они не кусаются, а писают. Знаете, как его вообще осознавать мне, что сегодня на меня подписали муравьи? Вот врагу не пожелаешь. Такая у них моча, как крапива. Так скажу. Короче, пипец, я просто в шоке. Одна девочка мне сегодня написала, что они на тебя написали, как на подружку. А ещё видео про лайфхаки вообще не зашло. Вообще его не смотрят. Я думаю, причина в том, что это не влог, или причина в том, что там реклама, или причина в том, что видео просто не понравилось. Не знаю. Нет, просто про путешествия. Не все же путешествуют. Ну, в целом, да. В целом, да. Причём я клиенту говорю, что может быть другое видео снять. Они говорят, нет, надо тематическое. Я говорю, ну, базар-вокзал. Убажаю смотреть директ и то, что вы мне пишите. Иногда я отвечаю на сообщения в директе. На какие-то смешные тоже штуки отвечаю. Когда вы делаете какую-то запись со влога, какие-то смешные моменты отмечаете меня, я тоже их к себе репощу. Не стесняйтесь, записывайте, если вам какие-то кусочки из влогов нравятся. Мне будет очень приятно. Я их обязательно буду репостить к себе. Круто. Можем из дома брать кукурузу и ходить на пляж. Продавать. Когда мелочь закончится. Вот что мне интересно. Карина после брекетов всегда носит капу. На протяжении двух лет Карина на ночь себе ставит капы. Надевает. Как только мне сняли брекет, я буквально два дня, две ночи делала капу. А потом такая, а, встало, мне надоело. Ну, то забывала, то еще что-то. И у меня зубы немножко разошлись. Точнее, они у меня ровно стоят. То есть, как бы они не скривились, как раньше, да. Но просто у меня немножко искосилась челюсть. Ну, как, короче, когда я рот открываю, не знаю, как объяснить, показать, но у меня один зуб больше видно, другой меньше, потому что под наклоном встала челюсть. Меня это бесит, и я это буду исправлять винирами чуть позже. И скажите, пожалуйста, как у вас, как вы? Я уверена, что многие люди брекеты ставят, носят. Кто-то уже снял там. Носите ли вы капы, замечаете ли вы то, что, когда вы их снимаете, у вас что-то зубами происходит? Потому что Карина говорит, если она один раз забудет надеть капу, то у нее потом пипец, зубы начинают криво становиться. Я бы этого не выдержала, потому что я считаю, что это что такое? Мне кажется, уже давно-давно должны зубы были закрепиться. Это на всю жизнь, что ли, капы носить? Ты же говоришь, что у тебя твои капы, те, они даже не надеваются. Конечно, потому что у меня зубы встали уже не так, как капы. Просто, а ты два года носишь капы, и у тебя, как только ты снимаешь, все кривится. Ну, и за один день, типа, если я не... У меня не было такого, что я прям несколько дней не ношу. Ну, парочку раз, может быть, было, два-три дня я могла куда-то забыть, если уехала. И да, тогда я надеваю, и я потом тяжело сплю, потому что у меня уже начался процесс. А так, в принципе, если не надеваю... Вот я про это и говорю, нормально ли вообще это. Ведь какой-то срок же должен быть, ты носишь капы, а потом у тебя зубы должны, ну, затвердеть. Типа, лет на восемь. Да ну нафиг. Я вообще слышала, кстати... Останцы носят где-то шесть лет ретейнеры. Я не про ретейнеры, я про капы. И капы, ну, капы мы не давали. На ретейнере профит. Да, типа, ему такое не надо? Короче, на самом деле, мы после бассейна просто сидели на балконе. Все время, весь день мы просидели реально на балконе. Я, наверное, минут сорок болтала с дедушкой по ватсапу, с видео. Болтали вообще про все. Да, я вас видела. Про детство, про жизнь, про будущее, про настоящее, про прошедшее. Люблю с дедушкой болтать. Вообще люблю дедушку. Вот, Карина в этот момент записала свой первый тикток. Ребята, у меня сегодня день рождения. Если бы не девочка, которая у нас взяла рекламу на эту песню, этого бы не было. Короче, я очень рада. Очень рада, что Карина наконец-то записала тикток. Вот, потом я спустилась вниз, там, где мы спим, где у меня все мои вещи. Посушила немножко голову, потому что она была влажная. А сейчас мы... Привет. Красивая. Привет. Как тебя зовут? Алина. Ты красивая. Ты меня знаешь? Как это мило. Ну-ка, дай. Это кукла Барби. Так приятно. Мне правда знать? Да. Какие лет? Деленадцать. Наши мои видео? Да. Ну, ты показывала свою квартиру, и мои друзья попали к тебе в видео. Да? Мальчики? Да. Прикольно. Очень приятно. Вот такие милые. Красивые. Ой, какая милая. Вот такая реакция. Как будто на богиню посмотрела. Ты такая красивая. Обычно в такой момент Карина или я должны пошутить, типа, это твоя ЦА. Типа целевая аудитория. Ну, на самом деле, это очень приятно, правда. Очень приятно. Я не знаю, почему, когда вот такие маленькие девочки меня, ну, узнают и говорят, типа, я типа, смотрю, мне очень приятно. Я, ну, короче, как сказать, мне очень приятно, когда я понимаю, что меня смотрят взрослые люди, у которых уже даже дети есть, да, то есть прям взрослые, уже там замужние, женщины, мужчины. Так и есть, правда. Да, так и есть. В том-то и дело, что меня очень много взрослых смотрят. Причем я ее так еще усвела. Я просто не знаю. Я думала, что, может быть, она что-то про меня подумала, не то она меня не узнала, поэтому я решила записать реакцию. Оказалось, что она меня узнала. Это мило. Она очень мила. Да, она вообще милая. Так что мы с ней еще встретимся, потусим, думаем, а хита ей заказать. Научу ее сразу, как жить надо. Мы вышли в магазин, а я хочу, чтобы мы купили сегодня лак для волос, потому что завтра я буду делать Карине очень крутую прическу. Накручу тебе волосы. Давай. О, привет! Еще один подписчик. А вы видели, с которым я приходила? Что? С которым я приходила. Видела? Кого? Я к тебе приходила. Когда? Привет. Что ты имеешь? Девочкам, да? А куда они пошли? А, сегодня я видела. Ну, тогда хорошо. Ладно, пока. Хорошего вечера. Спасибо тебе тоже. Эх, это Болгария. Это чисто наш район. Тут сын, я думаю. Привет! И тебе привет! Тут нет никого. Ну, пофиг. Мы уже с твоей подружкой стали. Я уже поняла. Я уже вижу ее третий раз. Ты же не хочешь сказать? Что? Ты больше подружка, как подружка, чем я тебе подружка, как подружка. Нет, нет. Она не просто подружка, а ты что-то больше. Я просто как, просто сослучилась по подружке. Вот. Так что, на самом деле, мне очень приятно здесь находиться. И очень приятно то, что кто-то подходит, обнимает. Не знаю, в Москве со мной такое редко происходит, потому что я не так часто выхожу в людные места. И в основном только, ну, мотаюсь по работе. Типа, у тебя, наверное, примерно так же. Часто тебя в Москве узнают? Да, если я выхожу в центр, а я там часто, я так. А я не так уж и часто, но когда я выхожу, меня тоже, конечно, узнают. А тут есть разве лак для волос, я тебя умоляю? Большой, в сорока минутах отсюда. Блин, а тут нет лака для волос. Мы в этот магазин шли, я так выряжалась, чтобы сюда прийти. Джилет? Джилет это нет, это лучше для мужчины нет. А для женщины ничего нет. Я не знаю, есть ли там эта штука. Она стопудово есть какой-нибудь в Билле или в Лиддле. Блин, а тут других магазов нет, тот вроде побольше был. Думаешь, там нету? Мы можем проверить, конечно. Более прогуляемся, пока не темно. Блин, что за обломский облом. Вопрос. Мне кажется, что неделя уже достаточно для того, чтобы понять, хотела бы ты сюда вернуться со мной в следующем году или нет. Мой ответ. Да. Почему нет? За хату платить не надо. Деньо каждый день есть. Деньо пьешь. Нет, тут типа, мне нравится, потому что мы с тобой в Москве не так много времени проводим вместе, мы с тобой не спим вместе в Москве. Тебе этого не хватает, да? Ну правда, как по подружке. Ну не знаю, мне нравится, когда мы с тобой допозднать сидим, вот это вот все, болтаем, снимаем вместе. Мне нравится реакция людей, когда мы вместе. А то все в целом, все в целом играет большую роль. Да, блин, если что, не подумайте, что мы там типа дружим только потому, что вы любите нас вместе. Хотя, ну да. Мне нравится, что здесь есть Wi-Fi продуктивно. Там, ну на это немножко много денег уходит, но зато он идеальный просто. Ну да, я просто рада, что я могу на отдыхе работать. Потому что для меня отдых, на котором я просто отдыхаю, валяюсь, ничего не делаю и при этом не могу что-то по работе сделать полезное, для меня это не очень хороший отдых, потому что я начинаю нервничать и думать о том, что когда я вернусь в Москву, меня ждет просто пипец ад. Потому что меня, например, две недели не было там на ютубе, грубо говоря. А не всегда перед отлетом получается записать какое-то классное видео, там что-то вот это подготовиться, времени мало всегда. И я люблю, когда вот так. Все еще очень сильно надеюсь, что в магазине мы сможем найти лаги для волос. Кстати, у твоих родственниц внизу, где мы живем, там есть какой-то лак. Я не знаю, насколько он хороший, я его не трогала, ничего там не трогала такого, не моего. Он по-любому прошлогодний, потому что их уже год не было здесь. Ну вот, но не факт, что он как бы супер испорчен, но я бы не рекомендовала. Так что, сейчас посмотрим, что за магазик. Чисто блогеры. Давай сразу к этим. Может быть, тут и будет. О, есть, чувак! Иди вперед, вперед! Какой-нибудь маленький надо взять. Может, ну как, держит? Да, это лак. Уже липкий, хороший. Ну давай. Ну давай. Что-то еще нам надо в этом отделе? Тебе зубной пасты хватает? Вообще, я думаю, что, наверное, она скоро закончится. А у вас там как? Одна. Так что надо брать вместе тебе. Можно только маленькую взять. А есть где? Ну она такая, не такая уж маленькая, ну да. А яйца вам не нужны, мы столько омлета едим. Нет, нет, слева. А, те палочки тебе понравились? Вот эти чипсы просто бомба. Вот цена. Чтобы понять, сколько это в рублях, умножьте это на 40. Три? Доброе. Палочки я тоже хочу. Давай подумаем, что еще за снайки мы хотим к вину. Я думаю, орешки какие-то взять. Обычно. А ты бери. Где-то я их видела. Хлеб не надо? Ничего такого тоже не надо. Да, конечно нет. А так, колбаска вкусная. Есть. Хлеб, да. Пончики, смотри. Блин, мне кажется, они не кусь. А как в Ашане. Люблю пончики в Ашане. Очень видят в руке, наверное, раз в год. Но не прикольно. Значит, не так уж и любишь, ясно. Ну, может, тут бы заточила. Так. Так, а, снизу. Ой. Есть вообще колокольчик, который в Америке мне не нравится? Нет. Выбирает там что-то. Я люблю больше всего из орешков. Кешев. Арахис. Жареный соды. А, вот он. Здесь. Только они со вкусами, какими-то. Ну, да. Есть арахис, но он далеко в магазине. Вот солью. Вот супер, бери. Лей с сыром здесь. Просто отвратительный. Такой запах ужасный, как будто бы кусок сыра был живым человеком, и он сдох. Люблю наш юмор. Твой тоже. Вот что меня больше всего бесит в рекламодателях. Вы, мои дорогие, миленькие, прислушайтесь вот сейчас ко мне быстренько. Просто, чтобы ваша реклама хорошо работала, чтобы действительно был эффект, спросите у блогера, да, у которого вы рекламу берете, куда лучше интегрировать? В какое видео? В какой момент? Когда точно выставлять? Говорить со своим словом, о том, как они друг друга скучают. Мы уже, наверное, больше часу смотрим стендап, пьем вино, обрабатываем фоточки на телефоне, и, блин, я в шоке с того, что мы перестали фоткаться на фотик. Самое удивительное, что когда я какую-то фотку выставляю, я потом думаю, блин, она вообще не очень по сравнению с остальными. Ее больше всего сохраняют, ее больше всего лайкают, от нее больше всего человек приходит подписываться на мой инстаграм. Я не понимаю, как это работает. В смысле, типа, как будто бы чем хуже, чем на отвали, тем лучше. Просто бывают фотки, которые я за неделю обрабатываю, и жду, господи, скорее бы их выставить, они такие классные, и вообще всем пофиг на них. А есть фотки, которые я чисто на балконе щелкнулась, и потом мы начнем проводить трансляцию, потому что мы здесь каждый вечер проводим трансляцию. Мне это нравится, потому что они у нас такие классные, душевные получаются, эти трансляции. Если вы хотите быть частью наших офигенных посиделок, пока мы здесь в Болгарии, обязательно подпишитесь на наши инстаграмы, потому что мы каждый день проводим трансляции, и они офигенные. Неужели есть из вас кто-то, кто не подписан на наши инстаграмы? А ты видела, сколько процентов людей смотрят твои видео без подписки на твой канал? Много. Сколько? Не видела. У меня 40 процентов. Офигеть. Ну, блин, им лень создавать аккаунт, может быть. Мне кажется, у каждого уважающего себя человека есть аккаунт. Да, брат. Я смотрю столько блогеров, и они все у меня в подписках, и я захожу в закладку «Мои подписки», смотрю каждое их видео, потому что я ценю их труд и уважаю. Точно, если вы подписаны. Пожалуйста, пожалуйста, мои роднолички, как подружка вас, прошу. И мальчиков тоже, как подружек. Подружек. Ну, понимаем, все подружки. Прошу вас, пожалуйста, если у вас нет аккаунта, и вы такие, типа, пофиг, создайте, пожалуйста. Ну, блин, если вы видели этот видос, вообще никакого моря. Правда. В первый день, когда я приехала, Каритка, я хочу море. Это есть в моем влоге, который будет через пару недель или дней. Да, так что поставьте себе напоминалку в голове, и потом зайдите, посмотрите. Либо подпишитесь на Карину, и будете всегда в курсе всех подробностей. Пойдем купаться? Нет. Я никуда не пойду. Никакие купаться. А как же тебе, ну, для влога интересности? Нет, будет темно, вообще ничего не будет видно, поэтому я не пойду. Я тебе два фонарика посвечу. Нет. От телефона нет. Если есть какой-то супердальновидный... Я бы хотела покупаться. Нет, глупость, не говори. Я тебе завтра сделаю офигенную прическу. Сейчас тебе ничего делать не надо. Тебя, она не уважает мои интересы. Пошла ты, а? Она не уважает меня. Если ты хочешь идти купаться, иди. Если хочешь, иди. Да. Ну, а кто меня снимать будет? Ну, не знаю, попроси бабушку какую-нибудь. Она такая теплая. Браво. Вчера ко мне подошла какая-то бабушка на пляже. Говорит, Милочка, ты сгоришь так. Тебе 10 минут не больше можно. То есть, если я вдруг решу пойти, ты не пойдешь со мной? Нет. Я никуда не пойду. Мне очень комфортно сейчас здесь сидеть. Я, наконец-таки, не сижу и судорожно не монтирую влог. Дай мне насладиться просто тем, что я сижу и не втыкаю в комп. Понимаешь? Я просто, я имею этот прекрасный, сочный персик. Братья мои, если ваш друг вас не уважает, то не забудьте, забейте, не обращайте внимания. Как я могу выбирать между сочным персиком и вонючим морем стены? В темноте! Кто знает, кто на меня нападет? В темноте, в темноте, в темноте. Я так мечтаю, я мечтаю о тебе. Не, не буду, я с тобой первый день пошла, когда ты хотела. Да, и нафигенно провели время. Нифига, было темно и странно. Да, но зато я покупалась. А мне что? А тебе смотреть. Ну, ладно, на этом я с вами попрощаюсь. Скажу вам всего хорошего, до свидания, счастья, любви, здоровья. Смотрите в следующий день. Если не смотрели предыдущие, то посмотрите предыдущие. Не забывайте подписываться на наш инстаграм. Ну, давайте, пока!